Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Мы здесь начитываем, озвучиваем Новый Завет. Это наш выпуск. Новый Завет. Столкование Блаженного Петлянка вместе с Откровением. Полное толкование на Откровение. Заканчиваем уже Евангелием от Иоанна. Евангелие от Иоанна 3.22 по 24. Да, четвертый будет ролик. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую. И там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Полкование. Слыша, что он крестил, не подумай, что он сам крестил. Крестили ученики его. Но дело учеников евангелист относит к учителю. Далее, сей же самый евангелист говорит, что Иисус не крестил, а ученики его. Иоанна 4.2. Спросишь ли, почему он сам не крестил? Узнай. Иоанн прежде сказал, что он будет крестить вас Духом Святым. Матфея 3.11. А Духа Святого он еще не давал, потому что было еще не время. Итак, если бы он крестил, то или крестил бы без Духа, или чем бы тогда разнился от Иоанна, или давал бы Духа и прежде времени. А это недостойно Бога, делающего все во время. Когда же было время дать Духа? Время после Вознесения. Ибо естеству нашему во Христе Иисусе нужно было явиться к Отцу безгрешным и по примирении, таким образом, Бога с нами, быть неспослану Духу, как богатому и щедрому дару. Если бы он перестал крестить, чего бы ни сделали ученики его при завистливом расположении ко Христу? Если бы он весьма часто, взывая и всегда уступая первенству Христу, не убедил их обратиться к Нему, то какую бы зависть возбудил в них, когда бы перестал крестить? Посему и Христос особенно начал проповедовать тогда, когда Иоанн был заключен по причине зависти учеников Христителя. Я думаю, что и кончине Иоанна допущено было весьма скоро для того, чтобы все расположение народа перешло ко Христу, и он не разделялся в мыслях о том и другом, Иоанне и Христе. Ученики Христовы крестят крещением, не имеющим ничего большего пред крещением Иоанновым, ибо и то, и другое несовершенно, как непричастная Духа. Хотя цель обоих одна – крещаем их привезть ко Христу. Иоанна 3.25.27 Тогда у Иоановых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к нему Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобой при Иордании и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дно ему с неба». Толкование. При споре учеников Иоанновых с одним иудеем зашел вопрос о крещении. Иудей ей ставил выше крещение учеников Христовых, а ученики Иоанновы – крещение учителя своего. Заспорившие об очищении, то есть крещении, приходят к учителю к своему и начинают его подстрекать, говоря, «Учитель, тот, который был с тобою, который имел степень ученика, отделился и крестит. Тот, о котором ты свидетельствовал, то есть которого ты крестил, которого ты сделал знатным, осмеливается делать то же, что ты. Сверх всего, некоторые не внимают тебе, а ему внимают все. Ибо все, говорит, идут к нему, а тебя оставляют». Иоанн, желая устрашить их и показать, что они препятствуют Христу, и отстраняя его от славы, враждуют против Бога, говорит, «Не может человек ничего принимать сам от себя». И далее. «Если бы, говорит, не было дано с неба, то не возрастал бы тот, которому вы завидуете. Посему вы за раз согрешаете дважды. Раз тем, что противитесь определению Божию, а другой тем, что предпринимаете невозможное. Вместе с ним он их и успокаивает несколько тем, что побеждающий их не человек, но Бог. «Да и мы, говорит, что имели, то имели не от себя, а с неба. Если же дела Христовые славнее, то не нужно удивляться, ибо так угодно Богу». Иоанна 3, 28, 30. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». «И если бы к этому жениху не приходила невеста, то есть народ, тогда я, невестоводец, скорбел бы. Теперь же, когда это случилось, я весьма радуюсь, ибо вижу, что жених Христос взывает к невесте народу и учит его». «Не без цели, сказал стоящий, но Сим показывает, что его дело кончено, и стоит он уже без действия, и что ему, наконец, нужно стать и только слушать учения Христа и беседу его с невестою. Мое, говорит, дело окончено, и я передал народ ему, посему моей славе нужно умоляться, а его расти. «Как утренняя заря закрывается солнцем, и кажется многим, что свет ее угас, хотя на самом деле не угас, а закрывается большим, так, без сомнения, единица претеча покрывается мысленным солнцем, и потому говорится, что он умоляется. Христос же растет, потому что в короткое время делает себя известным через чудеса. «Мало-помалу, а не вдруг он объявляет, что он есть Бог, Господь есть жених всякой души, брачная комната, в которой бывает соединение, есть место крещения, то есть церковь. Дает он невесте залог прощения грехов, общения Духа Святого, а остальное в будущем веке, когда он достойных ведет в лучшее и высшее таинство». Иоанна 3, 31-34. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. «Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит, что слова Божии, ибо не меры дает Бог Духа». Толкование. «Хотя и учение самого предтечия было божественно, но в сравнении с учением Христовым оно имеет много земного. Он говорит, что видел и слышал, то есть он говорит и свидетельствует о том, что слышал от Отца и что видел, то есть что знает до точности. Но свидетельства его не принимает никто из тех, которые не внимают истине. «А кто принял свидетельство, то есть учение его, тот запечатлел, то есть показал, подтвердил, что Бог истинен. Ибо кто верует посланному от Бога, тот верует Богу, и Сим запечатлевает он и доказывает, что поверил ему, потому что он истинен. Итак, пророкам Бог дает Духа, то есть силу Духа, и дает меры, а Христу не дает ни меры, ни без меры, ибо Христос имеет его существенно. Слыша, что он послан, понимай так, что он послан от Отца, как луч солнца. Апостол говорит, послал Бог в сердца вашего Духа, Сына Своего, взывающего Авва, Отец, Галатом 4,6. И в другом месте, если кто не имеет Духа Христова, тот и не его, Римлянам 8,9. Латины, худо принимая и понимая слова сии, говорят, что Дух исходит от Сына. Мы скажем им, во-первых, то, что иное, быть от кого-нибудь, и иное, чьим-нибудь, чьим-нибудь. Что Дух есть Дух Сына, это не подлежит сомнению и подтверждается всем Писанием. Но о том, что он от Сына, не свидетельствует никакое Писание, дабы мы не вели двух виновников Духа, именно Отца и Сына. Так говорят, но он дунул на учеников и сказал, примите Духа Святого. Иоанна 20,22. Какое ложное понимание! Если он дал Духа ученикам тогда, когда дунул на них, то как он говорил им, что через несколько дней после сего вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой? Деяние 15,8. 1,5,8. Или зачем мы веруем, что Пятидесятницу было несшествие Духа, если он дал Его вечеру Дня Воскресения Своего? Он дал им тогда не Духа Святого, но одно из дарований Духа, именно прощение грехов. Ибо тотчас прибавляет к тому, простите грехи. Иоанна 20,23. А Сын имеет Духа существенно, как единосущно Ему, а не как приводимый им в действие. Ибо в действие приводятся пророки. Называется же Духом Сыновным, потому что Сын есть истина и сила и премудрость. А Дух Святой, Исаию, описывается как Дух истины и силы и премудрости. Исаия 11,2,3. Называется Сыновным и в ином смысле. В том именно, что людям подается через Сына. Ты веруй, что Дух исходит от Отца, а твари подается через Сына, и это будет тебе правилом православия. Иоанна 3,35-36. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Толкование. Отец все дал Сыну по естеству, а не по благодати. Так как Он имеет бытие от Отца, то естественно говорится, что Он и все имеет от Отца. Итак, Сын имеет все, что на небе и что на земле, ибо господствует над всеми, хотя и не все желают. В последствии, когда во Второе пришествие поклонится пред Ним всякое колено, Он получит полное господство над всеми. Когда злоба не будет уже иметь силы, но оставаясь бездейственную, покажет, что природа добра от начала присуща всем и содержит все. Верующий в Сына имеет жизнь вечную в себе, то есть самого Христа, который есть поистине жизнь. Иоанна 14,6. Ибо им мы живем и движемся. Деяние 17,28. А неверующий не увидит жизни, ибо кто произвольно отступился от жизни, тот как будет иметь ее, когда жизнь есть Христос. Ибо и апостол Павел говорит, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы, став мертвыми для зла и неподвижными, явитесь во славе. Колостянам 3,4. Всеми словами Креститель приводит и побуждает всех слушателей к вере. Во Христа. Иоанна 4,1-4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Полкование. Фарисеи услышали об Его славе и, зная, что они позавидуют Ему и восстанут против Него, удаляются в Галилею, научая нас двум предметам. Во-первых, щадить врагов и всячески стараться не давать им поводок соблазну или зависти. Во-вторых, неразумно и без пользы не подвергаться искушениям, но удаляться на время, пока ярость укоротится. «Хотя Он силен остановить своих завистников, если бы они и устремились на Него, однако же уклоняется, дабы дело воплощении не показалось призрачным. Ибо если бы Он постоянно удалялся из среды их, то чего бы не сказали фантазиодокеты, то есть Манес, Валентин, проклятые втихи и ученики их». Евангелист, намекая на клевету завистников, говорит, что хотя Иисус не крестил, однако же завистники... Почему завистники? Завистники-то это повешивались, а завистники завидуют. А, завистники. Ты не слышал такого слова раньше? Да, слышал. Ну, завистники Он повесился и не может от турника оторваться. Завистники, желая подстрекнуть фарисе против Христа, клеветали, что Он крестил. Надлежало Ему же проходить через Самарию. Он заходит к самарянам как бы между делом. Иоанна 4, 5, 6. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа толкования. Стоит сказать, откуда произошли самаряне и от чего получили они такое название. Самарон называлась гора от имени своего владельца. Как и Иисай говорит, глава Ефремя, Самарон, 7, 9. Живущие под горою первоначально назывались не самарянами, а израильтянами. Но за оскорбление Бога они в разные времена предаваемы были и ассириянам. Наконец, когда они вознамерились отпасть, ассириянин взял их в плен. И, опасаясь нового отступничества, не попустил им доли оставаться в их стране, но расселил их между вавилонянами и медянами. А оттуда привел из радостных мест народы и поселил в Самарии. После всего Бог, желая показать варварам, что Он предал им иудеев, не по бессилю своему, но за грех их на переселившихся в Самарию варваров напустил львов, которые погубляли их всех вообще. Когда об этом довели до сведения царя, Он призывает к себе некоторых старцев иудейских, бывших в плену, и спрашивает, что бы нужно сделать, чтобы львы более не погубляли варваров, живущих в Самарии. И они объясняют ему, сегодня про львов было, что Бог Израилев презирает на то место и не терпит, чтобы там жили незнающие законов Его. Посему, если Он заботится о тамошних варварах, то нужно послать иудейских священников, которые бы преподали варварам законы Божии, и таким образом Бог умилостивится. Царь слушает их и посылает одного священника, чтобы он преподал самарийским варварам закон Божий. 4 Царств 17, 24, 28 Но они приняли не все божественные книги, а только пять Моисеевых – Бытие, Исход, Левит, Число и Второзаконие. Не отстали они совершенно и от нечестия, но по временам отставали от идолов и почитали Бога. Посему иудеи по возвращении из плена всегда относились к ним с ненавистью, как о сирианам по происхождению, и от имени горы называли их самарянами. А они сами себя называли потомками Авраама и Иакова, потому что Авраам был халдей, а Иакова считали своим по причине находившегося тут источника. Иудеи же считали со всеми язычниками и их самарян нечистыми. Почему в укоризну Господу и говорили «Ты самарянин» Иоанна 8, 48. И сам он говорил ученикам «В город самарянский не входите» Матфея 10, 5. Для чего евангелист подробно говорит о местечке и колодезе Иакова? Во-первых, для того, чтобы ты не изумлялся, когда услышишь, что женщина говорит «Отец наш Иаков дал нам этот колодезь». Ибо место это было Сикима, Сихем, где сыновья Иакова, Симеон и Левий произвели жестокое убийство за то, что сестре их Дине причинено было насилие князем Сикимитов. Потом, из того, что евангелист передает нам о местечке и колодезе, мы узнаем, что отвержение иудеев издавна было за грехи их. И когда они оскорбляли Бога, тогда язычники овладевали их местами, и что они нечестием погубляли то, что патриархи приобрели веру во Христа. «Посему нисколько не нова, если и ныне язычники введены в Царство Небесное вместо иудеев». Иоанна 4,7,8 «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищу». Толкование «Он для путешествия не употреблял поддеревных животных, но ходил пеший, научая и нас не требовать многого». Показывает вместе и то, что он совершал путь усиленно, а не беспечно. Откуда и мы научаемся совершать дело Божие с усилием и старанием? Так как вследствие человеческой природы он жаждал, то нуждался и в питьи. Когда же он просил пить, с ним вступает в беседу женщина с душой любознательную. Что же нужно было делать? Уже ли отвернуть женщину, как любознательную и жаждущую выслушать разъяснение своих недоумений? Но это отнюдь не свойственно в человеколюбии Божию. Примечай, пожалуй, и точность евангелиста. Он не сказал утвердительно «Был шестой час», но чтоб не погрешить против истины, сказал «Было около шестого часа». «Сообщай достоверность своему слову». Иоанна 4,9-11 Женщина самарянская говорит ему «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудей с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него пить». «И он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Толкование «По виду и, может быть, по одежде, и по другому положению тела. И по самой беседе самарянка подшла Господа за иудея». «Почему говорить ему «Как ты, будучи иудей?» И так далее. Смотри, как проницательна была женщина. Если бы нужно было оберечься, то нужно было бы Господу, а не ей. Ибо не сказала, самаряне не сообщаются с иудеями, но иудеи не сообщаются с самарянами. Однако же женщина не останавливается на этом. Но подумав, что Господь совершает дело противозаконное и справляет бывающее не по закону. Христос открывает самого себя не прежде, как обнаружилась добродетель женщины. Когда же обнаружилась добродетель женщины, ее проницательность и точность тогда уже начинает беседовать с ней о предметах высших. Если бы ты, говорит, знала дар Божий, то есть если бы ты знала, что дарует Бог, что Он дарует вечные и нетленные блага, если бы знала и меня, знала, что я, как Бог, могу дать тебе их, то ты просила бы и получила бы воду живую. Водой называют благодать Святого Духа, потому что она очищает приемлющих ее и сообщает им большое освежение. Водой не стоячую, какая бывает в ямах и колодезях, гнила и испортившаяся, но живую, то есть бьющую ключом, скакивающую, быстро текущую. Ибо благодать Духа делает душу всегда подвижную к добру, всегда полагающей восхождение. Псалом 8, 3, 6. Такую воду живую и всегда подвижную пил Павел, забывающий задние и стремящийся к переднему. Филиппийцам 3, 13, 14. Женщина говорит ему, Господи, видишь ли, как скоро она отстала от низкого мнения и воздает ему большую честь, называя Господом? Однако же она не постигла глубины речи Христовых, но в ином смысле говорит о воде он. В ином смысле понимает она. Иоанна 4, 12, 15. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нее источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Толкование. Иакова считает отцом своим и себя причисляет к иудейскому благородству. Когда женщина сказала, неужели ты больше отца нашего, то Господь, хотя не говорит прямо, что я подлинно больше, дабы не представив еще доказательства силы своей, не показаться тщеславным, но приготовляет к этому своими словами. Кто пьет воду сию, тот опять возжаждет. А кто пьет мою воду, тот не будет жаждать. То есть, если ты удивляешься Иакову, который дал воду сию, то тем более должна удивляться мне, который дает воду гораздо лучшую, ибо вода, которую я даю, делается источником воды, постоянно и непрерывно умножающейся. Ибо святые не только они и сохраняют до конца, что получают от Бога, но через благодать они принимают семена и начатки добра, а сами приумножают их и возвращают. На селе указывает Господь притча о талантах Матфея 25, 14, 31, и о содержании гостиницы Лука 10, 35, получивший два таланта, через оборот в дело приобрел другие два Матфея 25, 17, и содержателю гостиницы, принявшему израненного разбойниками, Господь обещает, если что издержишь из своего, я отдам тебе Лука 10, 35. Но это и здесь указывает Господь. Я даю жаждущему воду, но вода, которую я даю, не остается в той же мере, а умножается и делается источником. Так в оглашениях Анании Господь дал Павлу немного воды. Деяние 9, 17. Но эту малую водоучение Ананина Ананина, а Павел показал источником, так что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иллирики. А она кажется понятливее Никодима. Тот, выслушав весьма много подобного, говорил, как это может быть? Иоанна 3, 9. А она начинает уже пренебрегать источником Иакова. Если говорит, ты имеешь такую воду, то дай мне, я не стану уже ходить сюда черпать. Видишь ли, как она Господа ставит уже выше Иакова? Иоанна 4, 16, 22. Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». «Это справедливо» ты сказала. Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу». «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев» толкование. «Она, чтобы скорее скрыть и вместе получить, говорит, «Я не имею мужа». Теперь-то Господь через пророческое видение открывает свою силу, перечисляет прежних ее мужей и обнаруживает того, которого она теперь скрывает. Не пришла ли она в досаду, выслушавши это? Не оставила ли его и не убежала ли? Нет, она еще более удивилась, еще более укрепилась и говорит, «Господи, вижу, что ты пророк», и спрашивает его о предметах божественных, а не житейских. Например, о здоровье тела или об имуществе, так целомудро и благорасположено к добродетели душа ее. О чем же спрашивает? Отцы наши поклонялись на этой горе, говорит, а это об Аврааме и его преемниках, ибо здесь, говорят, Исаак принесен им на жертву. Как же, говорит, «Вы говорите, что должно поклоняться в Иерусалиме? Видишь ли, как она стала выше?» Незадолго пред этим она заботилась о том, чтобы не мучиться жаждою, а теперь спрашивает об учении, догматах. Посему, и Христос, видя ее понятливость, хотя и не разрешает всего недоумения ее, ибо оно не имело особенной важности, но открывает другую, более важную истину, которую он не открывал ни Никодиму, ни Нафанаилу. Наступает, говорит, время, когда Богу будут поклоняться ни в Иерусалиме, ни здесь. Ты, говорит, стараешься доказать, что были самарянские достойные обычных иудейсков. А я тебе говорю, что ни те, ни другие не имеют достоинства, но наступит другой некоторый порядок, который лучше обоих сих. Но при этом я объявляю, что иудеи достойнее самарян. Вы, говорит, кланяетесь тому, чего не знаете, а мы, иудеи, кланяемся тому, что знаем, себя самого перечисляют к иудеям, потому что она разумела его, как пророка иудейского. Посему-то он и говорит, мы кланяемся. Как же самаряне не знали, чему они кланялись? Они думали, что Бог ограничивается местом. Посему, когда и львы их пожирали, как выше было сказано, они через послов донесли царю ассирян, что Бог место сего не терпит их. Однако же и после того они долго продолжали служить идолам, а не самому Богу. А иудеи были свободны от такого понятия. И хотя не все признавали его Богом всех, ибо спасение от иудеев. Слова сии подают нам двоякую мысль. Или ту, что благо для вселенной произошли от иудеев, ибо знание Бога и отвержение идолов от них имеет начало. И все прочие учения догматы, и сей самый род вашего поклонения самарянского, хотя неправильный, получил начало от иудеев же. Или он спасением называет свое пришествие, которое было от иудеев. Можно под спасением разуметь и самого Господа, который по плоти был от иудеев. Все. Благодарю. Слава Христу.